Да, брат. Меня зовут Дэвид Докерри. Я профессор Корейского университета. Я преподаю там английский язык. Я на самом деле не знал, что я могу задавать вопросы. Я только что услышал, как вы это сказали. Я вер в Бога. Я христианин. Мой вопрос будет таким. Есть много откровений, есть добрые духи и злые духи. Так что добрый дух может прийти к вам и дать откровения, и злой дух может дать откровения. Так что в христианской традиции мы говорим, что ангел или дух, приносящий послание, не может противоречить тому, что было раньше. Так что Бог открыл что-то Моисею. Если ангел, приносящий послание, не противоречит Моисею, то это хороший ангел. Итак, в христианской традиции мы можем отличить доброго ангела от злого ангела по откровению, которое он приносит. Если оно противоречит Ветхому Завету, Торе или Евангелю, Инджилу, то это плохой ангел. И мой вопрос к вам, сэр, с уважением. Коран противоречит Торе, и он противоречит Инджилу. Так разве это не делает того, кто явился пророку Ислама плохим ангелом? Брат задал очень хороший вопрос. Он сказал, что он христианин. И он сказал, что согласно христианству, когда ангел приходит, и чтобы отличить хорошего от плохого, если это хороший ангел, то он не будет противоречить предыдущему откровению. Верно. Это значит, что он не будет противоречить Евангелие Инджилу или Торе, потому что Торе было откровением данной Моисею Мерьему. Так что если Коран противоречит Торе и Инджилу, то это принёс плохой ангел, то есть злой дух. И это очень логичный вопрос. Пункт номер один. Мы верим, что все откровения пришли от одного всемогущего Бога. И мы верим, что все посланники пришли с одним и тем же основным посланием, чтобы люди верили в одного Бога и поклонялись Ему одному. Что же касается противоречия... то мы верим, что в Коране данные четыре откровения по именам. Аллах говорит в Коране в Суре Ар-Ра'ат, глава 13, стих 38. «Ликулли Аджелин Китаб». В каждую эпоху ему посылали откровения. А именно в Коране упомянуты четыре откровения. Тора, Забур, Инджил и Кур'ан. Тора — это откровение, данное Моисею Мирьему, Забур — это откровение, данное Давиду Мирьему, Инжил — это откровение, данное Иисусу Мирьему, а Коран — это последнее и заключительное откровение, данное последнему и заключительному посланнику, пророку Мухаммаду алейхиссалату ассалам. Так что Коран подтверждает, что Тора — это откровение Бога, данное Моисею Мирьему. И Коран подтверждает, что Забур — это откровение, данное Давиду Мирьему. И Коран подтверждает, что Инжил — это откровение, данное Иисусу Мирьему. И теперь следует отметить, что я изучаю сравнительное религиоведение. Ты профессор английского языка, как ты об этом упомянул. Я читал Библию. Библия — это не Инджил, в который мы верим. Мы же верим в Инджил, который был дан Иисусу Мирьему. Но мы не верим, что нынешняя Библия — это откровение, данное Иисусу Христу Мирьему. Даже христианские учёные не верят в это. Что делают христианские учёные? Они делят Библию на две части. Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий Завет католиков содержит 46 книг, а протестантов содержит 39 книг. Новый Завет содержит 27 книг, верно? Из Нового Завета первые четыре книги называются Евангелиями. Евангелия от Марка, Матфея, Луки и Иоанна. Теперь, эти Евангелия — это не то, что подразумевается в Коране. Евангелие, если ты переведёшь на арабский язык, будет Инджил, а не Библия. Библия происходит от греческого слова «библос», означающего книгу книг. Поправь меня, если я ошибаюсь. Да, это правильно. Теперь, Евангелие означает Инджил. В Библии, которую я читал, это Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, Евангелие от Иоанна, Евангелие от Луки. То, что я хочу, это Евангелие от Иисуса Христа, мир ему. Сегодня ни один христианин не давал мне Евангелие от Иисуса Христа, мир ему. Учёные не знают, кто написал Евангелие. Так что это не Евангелие Матфея. Это Евангелие согласно Матфею. По-арабски мы говорим Инджиль Матфею, Инджиль Маркус, Инджиль Лука и Инджиль Юханна. То, что нам нужно, это Инджиль Айса. Мы верим в пророка Иисуса, мир ему, как в посланника Бога. Ислам — единственная нехристианская вера, которая делает догматом веры, веру в Иисуса Христа, мир ему. Так что если ты принесёшь оригинал Инджиля, он никогда не будет противоречить Корану. То, что у вас есть на руках сегодня, согласно христианским учёным, это смесь слов Божьих, слов пророков и слов историков. И извини за мои слова, но там даже есть порнография. Я бросаю вызов любому христианину, если он может прочитать часть текста Библии открытой публике, которая является ничем иным, как порнографией. Я не могу это прочитать. Даже если ты дашь мне миллион долларов, я не смогу прочитать некоторые отрывки из Библии и публике. Почему? Потому что это порнография. Это не может быть словом Божьим. Библия говорит, что пророк Лут, алейхиссалям, пророк Лут, имел половой акт инцеста со своей дочерью. Как я могу поверить в это? Как я могу верить в то, что пророк Божий имел инцест? Так что я говорю, Коран — это фуркан. Это критерий, чтобы судить о правильном и неправильном. Чтобы не соответствовало Корану, я не возражаю против принятия этой части Библии как Слово Божьего. Я говорю, что то, что противоречит Корану, не может быть Словом Божьим. Я не могу согласиться с тем, что мой пророк, пророк Лут, алейхиссалям, может совершать прелюбодеяния, может совершать кровосмешение со своей дочерью. Поэтому я верю, что у нас нет оригинального инджила. Коран не будет противоречить инджилу данному Иисусу Христу, мир ему. Вот почему это называется фуркан. Все более ранние откровения, которые приходили, брат, предназначались только для тех людей и только для своего времени. Библия не была предназначена для всего человечества. Иисус Христос, мир ему сказал в Евангелии от Матфея, глава 10, стих 5. Он сказал всем своим ученикам, «Не ходите ни в какие языческие города, ни к каким другим народам, а идите к заблудшим овцам народа Израиля. Не ходите к неевреям. Язычники — значит, нееврея. Не ходите к индусам. Не ходите к многобожникам. Идите только к Бану Исра-Иль, детям Израиля». И далее упоминается в Евангелии от Матфея, глава 15, стих 24. «Я не был послан никому, только для заблудших овцев народа Израиля». Так что Иисус Христос, мир ему, был послан как посланник только к евреям. Инджил был неспослан только для этих людей. Так что все посланники, которые были до этого, были посланы только для тех людей и только для того времени. И все откровения, которые были до этого, были посланы для определенной группы людей на определенный период времени. Поэтому всемогущий Бог не посчитал нужным сохранять их. Он не посчитал нужным сохранять их, потому что это было временно. Но Коран — это последнее и заключительное послание, данное последнему и заключительному посланнику пророку Мухаммаду, али-и-саляту-вас-салям. Он был послан не только для мусульман или арабов, он был послан для всего человечества. Это упоминается в Суре Ибрагим, глава 14, стих 1, и в Суре Ибрагим, глава 14, стих 52. Это упоминается в Суре Аль-Ба'кара, глава 2, стих 85, и в Суре Зумар, глава 30, стих 41, что Коран был неспослан для всего человечества. И всемогущий Бог говорит в Суре Аль-Хиджара, глава 15, стих 9. Мы неспослали Коран, и мы сохраним его от искажения. Поэтому всемогущий Бог берет на себя, что поскольку это последнее и окончательное откровение, Я буду защищать его. Вот почему это фуркан. Критерий и мерила, чтобы судить, какая часть других мысля не верна или не верна. И вот почему это никогда не будет противоречить изначальному инжилу. Настоящая же Библия — это смесь. Могу ли я прочитать что-нибудь из Корана? Конечно. Это из сура 5. А это стих 68. Сура 5. Большое спасибо. Спасибо. Итак, в суре 5, стих 68, пророк Ислама, Мухаммед, говорит христианам и иудеям. Он говорит... Позвольте мне пространить это. Он говорит, ну, это Бог. Бог говорит с пророком Ислама, верно? Он говорит, скажи, о, люди Писания. Он обращается к христианам и иудеям. Он говорит, скажи, о, люди Писания, вы не будете идти прямым путем, пока не станете руководством вас с Тауратом, Торой и инжилом Евангелем, и тем, что не спослано вам от вашего Господа. Это откровение, которое приходит к тебе от Господа. Это было сказано пророками Ислама в 610-620 годах между этим временем. И это означает, что, когда пророк Мухаммед говорил это, христианские писания и иудейские писания были доступны для них, чтобы руководствоваться ими. Потому что иначе, почему бы пророк Ислама Мухаммед сказал христианам и иудеям, о, люди Писания, вы не будете идти прямым путем, пока не станете руководствоваться Торой и инжилом, и тем, что не спосланы вам от вашего Господа, забур и так далее. Это означает, что во времена пророка Мухаммеда, в 610 году н.э., христианские писания и иудейские писания были доступны иудеям и христианам, чтобы руководствоваться ими. Иначе пророк Мухаммед не сказал бы «идите и руководствуйтесь этими писаниями». Это твой вопрос? Да. И да, у нас есть Библии, которые были написаны задолго до 610 года н.э. У нас есть Библии от... Я знаю об этом. Я тоже изучаю христианство. Ты задал очень хороший вопрос. Правильно. Я перефразирую твой вопрос. Так что ты говоришь, что Коран говорит, почему христиане не придерживаются писания, правильно? Твоя логика говорит, что это значит, что во времена пророка Мухаммеда, алейхи саляту вассалам, были Инджил и Тора. Я согласен с тобой. Да. Теперь я дам ответ на это. Я скажу, что ты не можешь брать только один стих из Корана без контекста, но ты должен читать Коран целиком, правильно? Итак, если ты возьмешь один стих из Корана... Брат, ты можешь послушать меня? Я могу слышать вас. Да, но если ты читаешь, ты не можешь сосредоточиться. Ты ведь профессор, ты должен это понимать. Хорошо. Я врач, я знаю, что когда ты читаешь, ты не можешь читать и слушать. И ты не сможешь сосредоточиться на моем ответе. Если ты хочешь прочитать, прочитай, а затем я скажу ответ. Хорошо, я сфокусируюсь. Сосредоточься на моем ответе, чтобы ты понял и оценил мой ответ. Братья и сестры, прошу, ставьте лайки и пишите комментарии, чтобы как можно больше людей получили пользу от этих видео. И также делитесь со своими знакомыми. Теперь, Коран также называется фуркон. Я говорил тебе ранее. Мирила, который отличает правильное от неправильного. Далее, если ты прочитаешь высказывание пророка в сборнике Бухария, в нем говорится, что все, что есть в Библии и Туре, что соответствует Корану, мы принимаем. Что противоречит, мы отвергаем. Что не соответствует и не противоречит, может быть правильным, может быть неправильным. Так что я лишь говорю тебе, давай возьмем те части Библии, которые не противоречат Корану. Давай перейдем к общему мнению. Коран Далей говорит в Суре Аль-Имран, глава 3, ая 64. «Кул я ахлал китабе». Че же ахлал китаб? «Кул я ахлал китабе». О люди Писания, Таалу, илля калиметин сауа им байна на ва байна кум. Давайте перейдем к единому слову для нас и для вас. Что является первым пунктом? «Алла наабуда илля Аллах». Что мы не поклоняемся никому, кроме Аллаха. И что не будем предаваться товарищей Аллаху. И не будем считать друг друга господами наряду с Аллахом. Если же они отвернутся, скажи, будьте свидетелями би анна муслимун. Что мы мусульмане, подчинившие свою волю Аллаху, Субханху ва Таалам. Так вот, Коран говорит, скажи иудеям и христианам, давайте перейдем к единому слову для нас и для вас. Это означает, что пророк знал, что книга, которую ты несешь, искажена. Но все же в ней содержится Слова Бога. Коран нигде не говорит, что полный текст, которым они обладали, является Словом Бога. Оригинальное откровение, не способное Иисусу, мир ему, было Словом Бога. Но настоящая книга, которая у тебя есть. Потому что ученые христианцев говорят, что когда Иисус Христос, мир ему, ходил по земле, ни одного слова из Библии не было написано. Самые ранние отрывки, которые были написаны, через 70 лет после его смерти. Все это знают. Так что все, что там есть, если это соответствует Корану, мы соглашаемся, что это может быть Словом Божьим. Так что если я скажу тебе, ты веришь, что Библия — это Слово Божье, я верю, что Коран — это Слово Божье, давай хотя бы согласимся следовать тому, что совпадает. Если мы согласимся с тем, что совпадает, что отличается, мы можем обсудить завтра, верно? Так что что согласуется между Библией и Кораном? Даже ты согласишься, что это Слово Божье, и я соглашусь, что это Слово Божье, не так ли? Верно. Так что Коран говорит, давайте перейдем к единому слову, к общему мнению. По крайней мере, что является общим, давайте согласимся следовать. Если ты веришь в 10 вещей, и я верю в 10 вещей, и из этих 10 вещей 5 являются общими, и 5 отличаются, так что давай, по крайней мере, согласимся, что будем следовать этим 5 вещам. Но те 5 вещей, которые являются общими, ты, к сожалению, даже не следуешь им. Так как ты можешь называть себя христианином? Правильно? Теперь я хочу задать тебе вопрос. Хорошо. Ты веришь, что Иисус — Бог? Да. Хорошо. Я напоминаю тебе, что ислам — это единственная нехристианская вера, которая делает веру в Иисуса Христа, мир ему, частью своей веры. И ни один мусульманин не является мусульманином, если он не верит в Иисуса Христа, мир ему. Мы верим, что он был одним из самых лучших посланников Аллаха, всемогущего Бога. Мы верим, что он был Мессией. Мессией переводится как «Христос». Мы верим, что он воскрешал мёртвых с позволения Бога. Мы верим, что он исцелял слепорождённых с позволения Бога. Мы, мусульмане и христиане, идём вместе. Но некоторые могут спросить, где же развилка? Развилка в том, что большинство христиан, включая тебя, верят, что Иисус Христос, мир ему, претендовал на божественность. Я говорю тебе, что нет ни единого, ни двусмысленного утверждения во всей Библии, где Иисус Христос, мир ему, сам говорит, что «Я Бог», или где он говорит «Поклоняйтесь мне». Я бросаю вызов любому христианину. Если какой-либо христианин может указать на любое недвусмысленное утверждение, любое недвусмысленное заявление из любого места в Библии, где Иисус Христос, мир ему, сам говорит, что «Я Бог», или где он говорит «Поклоняйтесь мне», я, доктор Заккерной, готов принять христианство сейчас. Могу ли я прочитать книгу? Я не говорю от имени моих других мусульманских братьев и сестер. Хорошо, я могу прочитать? Пожалуйста, позволь мне закончить, я дам тебе время. Я не говорю от имени моих других мусульманских братьев и сестер. Я кладу только свою голову на гильотину. Пожалуйста, обрати внимание на мой вызов, прежде чем цитировать стих. Укажи на одно недвусмысленное утверждение. Твое владение английским лучше моего, так что ты должен понять. Укажи на одно недвусмысленное утверждение из любого места в Библии, где Иисус Христос, мир ему, сам говорит, что «Я Бог», или где он говорит «Поклоняйтесь мне». И на самом деле, если ты прочитаешь Библию, Иисус Христос, мир ему, говорит, и это упоминается в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 28. Иисус Христос, мир ему, сказал, «Мой Отец больше меня». Евангелие от Яна, глава 10, стих 29, он сказал, что «Мой Отец больше всех». Евангелие от Матфея, глава 12, стих 28, «Я изгоняю беса Духом Божьим». Евангелие от Луки, глава 11, стих 20, «Я перстом Божьим изгоняю бесов». Евангелие от Яна, глава 5, стих 30, «Я ничего не могу делать сам. Я сужу сообразно с тем, что велит мне Бог, и суд мой праведен, ибо я стремлюсь к исполнению не того, что я хочу, а лишь того, что угодно пославшему меня. Всякий, кто говорит, что я не ищу моей воли, но воли Божьи, тот мусульманин». Иисус Христос, мир ему, был мусульманином. Об этом ясно сказано в книге Деяний 2, 22. «Мужи израильские, выслушайте слова мои. Иисус Назария муж, засвидетельствованный вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете». В другом переводе «Иисус из Назария — это человек, засвидетельствованный вам от Бога силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете». Так что нет ни одного недвусмысленного утверждения во всей Библии, где Иисус Христос, смотри, ему говорит, что я Бог. Или говорит, поклоняйтесь мне. И если ты проведешь мне подобный стих, я приму христианство. Хорошо. А если нет, то тебе придется признать, что Иисус не Бог. Ты согласен с вызовом? Хорошо. Хорошо. Так что мы верим? Христиане верят, что Иисус — Сын Бога, и часть Бога — Троицы. Не важно то, во что верят христиане, не важно то, что сказано в Библии. Хорошо, хорошо. Итак, в Иоанна, глава 10, и начиная со стиха... Можешь подержать это на секунду? Да, я думаю, это было... Глава 10, стих 30. Да, может быть, 30. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 30. Я и отец одно. Это хорошая часть. Но я читаю из Иоанна, глава... Это хорошо. Хорошо. У тебя есть Библия, я читаю из своей головы. Да, на самом деле, большое спасибо. Я помогаю тебе, брат. Большое спасибо. Это стих из Иоанна, глава 10, стих 34. Хорошо. И там говорится, что, во-первых, стих 33, иудеи хотели побить Иисуса камнями. Верно? И снова, иудеи схватили камни, чтобы побить Его камнями. Иудеи схватили камни, чтобы побить Иисуса. Иисус сказал им, «Я совершил для вас много добрых деяний воли Отца Моего. За какие же из них вы собираетесь побить Меня камнями?» Иудеи ответили Ему, «Не за одно из них мы хотим побить тебя камнями, но за богохульство, потому что ты, человек, называешь себя Богом». Иисус сказал, «Разве не написано в вашем законе, я сказал, что вы Боги». Если о тех, кого достигло Слово Божье, сказано, что они Боги, описание нельзя оспаривать. Здесь всё ясно. То неужели вы теперь станете говорить тому, кого Отец избрал и послал в этот мир? Ты богохульствуешь. Только потому, что я сказал о себе, «Я сын Божий». Скажи мне, к чему ты клонишь? Здесь всё ясно. То, что ты процитировал, это хорошо доказывает мою точку зрения. Хорошо. Далее он говорит, «Если я не делаю того, что делает мой Отец, то не верьте мне». Если же я делаю то, что делает Отец мой, то даже если вы не верите мне, поверьте делам моим. И тогда вы, может быть, поймёте, что Отец мой во мне, а я в Отце моём. Итак, там Иисус говорит, «Я сын Божий». И иудеи поняли из этого, что Он утверждает, что Он Бог. Так что это один из текстов, который показывает мне, что Иисус ясно заявлял о своей божественности. Пункт номер один — это неоднозначное утверждение. Это очень двусмысленное утверждение. Но Он сказал, «Я сын Божий». Сын Божий не означает «Бог». Знаешь, в Библии у Бога есть много сыновей Божьих. Адам — сын Божий, Дэвид — сын Божий, Ефрем — сын Божий. И согласно 8 главе послания к римлянам, все ведомые Духом Божьим являются сынами Божьим. Если ты следуешь заповедям Божьим, ты сын Божий. Если я следую заповеди Божьи, я сын Божий. Это идиома. Знаешь, на хиндии мы говорим любым детям «сынок, иди сюда». Это фигура речья. Сын не значит «рожденный сын». Это значит «сынок». Итак, у Бога есть много сыновей. В послании к римлянам глава 8 стих 14 говорится, «Ибо все ведомые Духом Божьим являются сынами Божьими». Если ты ведом Духом Божьим, если ты следуешь заповедям Божьим, согласно Библии, ты сын Божий. Если я следую заповедям Божьим, я сын Божий. Я очень хорошо знаю, что Иисус следовал заповедям и был посланником Божьим. Его, несомненно, следует называть сыном Божьим. Сыновей в терминологии Библии их много. Так ты имеешь в виду, что Давид тоже Бог? Ты имеешь в виду, что Ефрем тоже Бог? Ты имеешь в виду, что ты Бог? Ты имеешь в виду, что я Бог? Но евреи, они знали это, верно? Сын Божий — это не Бог. Если я скажу, что это мой сын, становится ли он мной? Но изучение Иисуса, иудеи поняли, что он утверждает божественность. Очень хорошо, очень хорошо. Знаешь, в Индии, когда я цитирую индуистские писания, индуисты приходят и касаются моих ног и называют меня Богом. Индуисты называют меня Богом. Разве я становлюсь Богом, если они утверждают это? Нет, я говорю, не называйте меня так. Это неправильно, это ширк. Они говорят, нет, ты цитируешь веды наизусть. Ты должен быть аватар Бога. А не касается моих ног и называют меня Богом. Только потому, что они называют меня Богом, можешь ли ты из-за их утверждения называть меня Богом? Соответствует ли это утверждению указать хоть на одно мое недусмысленное утверждение, в котором я сам сказал, что я Бог? Нет. Кто-то другой называет меня Богом. Аналогично здесь, если ты прочитаешь контекст Евангелия от Иоанна, глава 31 и далее, Иисус Христос спросил их в стихе 31 Евангелия от Иоанна, «За какие добрые дела вы хотите побить меня камнями?» Они сказали, «Не за дела мы хотим побить тебя камнями, но потому что ты богохульствуешь». Затем Иисус Мирьему разъясняет им, что он не богохульствует. Ведь он мог сказать, «Хорошо, я Бог, побить меня камнями». Но он не сказал этого. Он сказал, «За какие добрые дела вы хотите побить меня камнями?» Затем ты переходишь к 32 стиху. Они сказали, «Мы хотим побить тебя камнями не за добрые дела, но потому что ты богохульствуешь». Затем он говорит, «Бог сам назвал богами тех, кому он адресовал свое слово». Слово Божье приходит к посланнику. Слово Божье пришло к Моисею. Разве Моисей становится Богом? Слово Божье пришло к Иисусу. Разве он становится Богом? Слово Божье пришло к пророку Мухаммаду, алейхиссалату ассалям. Разве он становится Богом? Итак, Бог сам назвал Богами тех, кому он адресовал свои слова. Описание нельзя оспаривать. Здесь идёт ссылка на Псалтир, глава 81, стих 6, когда Бог назвал иудейских судьей Богами, то есть его представителем. Там говорится, что Бог сам назвал Богами тех, кому он адресовал свои слова. Описание нельзя нарушить. Так что, брат, здесь Иисус говорит им, что если вы называете Богом человека, которому было неспослано слово Божье, то Писание не нарушается, потому что это Бог с маленькой буквы. То есть представитель Бога. Это не значит, что он Бог. Так что поговорим о твоем утверждении, что он сказал, «Отец во мне, и я в нём». То есть они едины. Это значит, что они едины в цели. Ты поймёшь это, если ты обратишься к прекрасной ссылке. Они едины в цели, а не в сущности. Я приведу тебе пример. Мой отец врач, и я врач. Я и мой отец едины. Мы едины в цели. Это не значит, что мы едины в сущности. Это не значит, что мы едины как люди. Нигде об этом не говорится. На самом деле, если Иисус в мире ему действительно утверждал, что он Бог, он должен был сказать «Да, я Бог, побейте меня камнями». Ведь потому что Бога нельзя ранить камнями, верно? Конечно. Так что, когда иудеи обвинили его, он мог просто сказать «Хорошо, вы правильно поняли, я Бог». Но он сказал «Нет». «За какие добрые дела вы хотите побить меня камнями?» Он был в недоумении. Они сказали «Не за добрые дела». «Мы хотим побить тебя камнями за то, что ты богохульствуешь». И тогда он сказал «Я не богохульствую». Разве в вашем писании не написано, что Бог сам назвал богами тех, кому он адресовал свое слово, то есть его представителям. Ведь в Библии богами названы многие. Иудейские судьи, Моисей, Ангелы. Это означает, что он пытается доказать им, что он не Бог, а посланник Бога. Твое писание говорит то же самое, что и я. Хорошо, так что... Хорошо, вторая попытка. Вторая попытка, нет проблем. Ассаляму алейкум, братья и сёстры. Сегодня большая доля бизнеса переходит в онлайн. И всё больше людей переквалифицируется на заработок в интернете. Поэтому наши братья составили прекрасный курс, где они пошагово объясняют и отвечают на вопросы, как начать зарабатывать в интернете. По сути, они возьмут вас за руку и научат, как делать первые шаги в этой сфере. Как торговать на Вайлберис, Озон и других площадках. Они научат вас, как зарабатывать 50-100 тысяч рублей в месяц. Они будут отвечать на ваши возникшие вопросы. И также вы сможете общаться с другими братьями, которые уже прошли определённые шаги. И, конечно, этот курс не бесплатный, потому что любой труд должен быть оплачен. Но он стоит очень дёшево по сравнению с другими. Всего полторы тысячи рублей в месяц. По сути, вы познакомитесь с людьми, нашими братьями по вере, у которых вы будете учиться, обмениваться опытом и прогрессировать по воле Аллаха. Этот курс подходит как для братьев, так и для сестёр. Есть отдельная ссылка для сестёр и отдельная ссылка для братьев. Сёстры, переходите по ссылке для женщин, а братья, переходите по ссылке для мужчин. И помните, братья и сёстры, вы должны прилагать усилия, чтобы добиться успеха. Это закон, который Аллах установил в этом мире. Пусть Аллах облегчит ваши начинания. Ссылку я оставлю в закреплённом комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok